Всем привет! С вами Ликарайду. Добро пожаловать на канал Японский Экспресс. Япония это страна, где многие вещи, к которым мы так привыкли, делаются совсем по-другому. То есть выражение с точностью наоборот можно применить к этой стране. Думаю, что тот, кто хоть раз был в Японии, совершая поездку в транспорте, в автобусе, такси или автомобиле, ловил себя на мысли, что что-то не так. И действительно, в Японии движение совершается не по правой полосе, а по левой. То есть в Японии движение левостороннее. Прогуливаясь по городским улицам, нельзя не обратить внимание на многочисленные электрические провода, нависающие над головой. В отличие от других стран, эти провода прячутся не под землю, а тянутся в воздухе. На это есть причина, так как в Японии чисты землетрясения, даже и незначительные, то гораздо безопаснее и практичнее тянуть всю проводку в воздухе. Но и еще одна причина, не менее маловажная, то, что вся земля в Японии кому-то принадлежит. Даже гора Фуджи, всем известная как Фуджияма, имеет своего владельца. Но об этом я расскажу как-нибудь потом. То есть, так как земля кому-то принадлежит, то тянуть провода через землю, которую имеет владельца, очень хлопотно и достаточно дорогостоящая вещь. Поэтому воздух пока бесплатный, все провода тянутся именно в воздухе. Но если говорить о воздухе, о погоде и о солнце, то нельзя не упомянуть о том, что японцы никогда не загорают. То есть, пойти в пляжный сезон на море и увидеть в шезлонге загорающего японца, это очень необычно. Ну и скорее всего, днем с огнем не сыщешь. На это есть причина, так как, во-первых, светлая кожа у японок очень ценится. То есть, светлая кожа это эталон, это символ красоты в Японии. Также, очень немаловажная причина, связана со здоровьем, то есть, так как солнечные лучи вызывают раковые заболевания, вызывают пигментные пятна, то японки, чтобы уберечься от ультрафиолета, используют всякие шляпы, маски, очки, длинные перчатки, ходят с сонтиками, то есть, и, конечно же, мажутся всевозможными антизагарными кремами для того, чтобы уберечь свою кожу от ультрафиолета. Следующая вещь в моем списке Японии наоборот, это японская литература. То есть, нельзя не сказать о том, что японские книги читаются не с начала, а с конца. То есть, они читаются наоборот. Это не вся литература, но, как правило, основная часть учебники, развлекательные журналы и обычные книги. Большая их часть читается не с начала, а с конца. То есть, первая страница, как мы привыкли, будет не в начале, а она будет в конце. Но если мы заговорили об учебниках, то нельзя не вспомнить о том, что учебный год в Японии начинается не осенью, а весной. Все идут в школу 1 апреля. Да-да, именно 1 апреля. И, кстати, календарный год в Японии начинается так же, как и везде, с 1 января. Но трудовой год, начало трудового года начинается именно с 1 апреля. То есть, начало новой жизни, старт для различных начинаний, это именно 1 апреля. Вы скажете, это шутка. Нет-нет, это не шутка. Так же, как и День Святого Валентина, 14 февраля, посвящен именно мужчинам. Да-да, именно в этот день мужчины получают подарки от женщин. То есть, суть в том, что девушки, которым нравятся молодые люди, именно в этот день могут рассказать о своих накопившихся чувствах, о том, что они скрывали, что молодой человек им нравится. Именно в этот день, делая молодому человеку подарок, девушка дает понять, что этот молодой человек ей не безразличен. Ну, вы спросите, а как же девушки, они останутся без подарка? Нет, это совсем не так. Ровно через месяц, 14 марта, есть White Day, по-японски это White Day, белый день. В этот день мужчины делают ответный подарок девушкам. Это, скорее всего, шоколад, но могут быть и другие подарки. Ну вот, мы и заговорили о подарках. Я думаю, что многие из вас, получая подарок, стараются его сразу же открыть. Но не в Японии. В Японии, если вы открываете подарок при дарящем его японце, то тем самым вы показываете свое неуважение к этому человеку. Вы, наверное, удивитесь, но открывая подарок, то есть тем самым вы показываете свое нетерпение узнать ценность этого подарка. То есть стоящий подарок вам подарили или нет. Хорошо, если этот подарок придется вам по душе. А если нет, то есть не все могут умело скрывать свою реакцию. Поэтому для избежания всяких неловких ситуаций японцы просто эту ситуацию исключают. Поэтому открывать подарок при дарящем его японце в Японии не принято. Так что, если вы получите подарок от японца, конечно же, вежливо поблагодарите за этот подарок. Но открывать его следует тогда, когда этого человека не будет рядом. Я думаю, что этот список можно еще продолжать и продолжать. Пишите об этом в комментариях, пишите свое мнение. С вами была Лика Райду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok